ну что и снова здравствуйте с вами программа секреты вкуса российский я александр стуницкий у нас сегодня в гостях известный журналист и автор программы послесловие с азаматом саитовым азамат саитов привет привет мы с самого давно знакомы мы сегодня будем готовить блюдо которое мне очень нравится но скажем так она довольно таки простое но в то же время занимать и так много времени не так много времени готовки тоже время она для меня очень вкусная я очень его люблю это будет все ли карбонара паста с карбонара давай мы сначала расскажем нашим зрителям все-таки, что у нас будет. Вот это наше оливковое масло, мы его потом, собственно говоря, будем использовать, не будем, соль посмотрим. Но самые основные продукты, которые нам нужны, это сыр. Значит, сыр, соответственно, должен быть выдержанный, но я думаю, что пекорино или пармеджано вряд ли здесь есть везде, то можно использовать сейчас очень много срок, кстати, местных башкирских. Это точно, я уже пробовал это и могу сказать, что просто он должен быть выдержанный. И попробуйте использовать наше башкирское, которое уже есть, собственно говоря, в наличии. Дальше, у нас есть грудинка, у нас есть чеснок, у нас есть яйца, у нас есть спагетти, либо макарошки, я не знаю, как правильно назвать. В принципе... Ну, называй, как тебе привычно, паста, так паста. Паста, да, прости, пожалуйста. Я переживу, прости, прости, прости. Паста, да, для нас это паста. Паста в виде спагетти, да? Да. Макаронные изделия из твердых сортов пшеницы. Да. 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 Смотри, для того, чтобы начать, как бы, готовку и начать задавать вопросы, нам нужно порезать нашу карбонару и чеснок. Я думаю, что... Нашу грудинку. Я сразу перевожу нормальный язык. Ну, я говорю, ну, мы так, мы, мы говорим, это карбонара, да? Но это грудинка. Хорошо. Смотри, чеснок, нож, держи. Он говорит, что чеснок режешь ты. Хорошо. И, соответственно... Весь чеснок резать? Да. Или две-три головки? Весь. Хорошо. Я слушаю. Я слушаю. Не-не-не, у тебя будет сложная задача. И резать, и отвечать. Да? Ну, давай. Проскажи, пожалуйста, какая-то у меня... Какая-то вот... Инсайт, что ты в свое время работал на Чукотке в золотых приисках. Да. Это правда? Да. Я, во-первых, профессия горняк. Знаешь, почему мне интересно? У меня дедушка, очень известный геолог. Я написал книги, он, собственно говоря, был проектом биолого-разведочного института в Москве. Вот. И Геремик Николай Андреевич такой был. Вот. Он писал очень много книжек, и поэтому для меня это такое семейное. Ну, расскажи мне, пожалуйста, что ты там делал на Чукотке? Я добывал оловянный кассетерит. Кабо? Оловянный кассетерит. В перемешку с золотом на промубличном приборе. Ну, это, как бы, скажем так... Это отмывка золота, что ли, как-то по-соторушке? Это технология открытой разработки месторождения оловянного кассетерита. Я там был на практике, будучи студентом Сибайского горнообогатительного техниума. Это, да, была такая... Ну, если кто не знает, Сибай очень огромная, есть карьера. Я даже, я знаю, был на нем. Да, я там работал, помощником, может, снизить эскаватор одно время. Азамат, ну, хорошо, давай мы не будем про Сибай, про... Дальше про карьеры. Нет, про Сибай я готов говорить часами. Понятно. Это город, с которым я научился пить, курить и материться, как пил Высоцкий. Да ладно. Мы тебя не будем, конечно, просить сейчас это сделать, но я бы хотел все-таки поверить про твою основную профессию, это журналистика. Мне всегда интересен вопрос. Вот я смотрю какие-то... Хорошо, давай так, не телемосты. И прямой эфир, как бы прямой эфир. Почему, как бы? Ну, я сейчас объясню, почему. Вот у меня, я задаю себе вопрос. А как вот, если вдруг какой-то... Понятно, что их все проверяют, говорят, какие вопросы задают. Понятно, бывают вот эти казусы, которые там... Там Статуловые наши, там, рестораторши вышли с Путиным Владимиром Владимировичем. Но как обезопасить себя от какого-то контента, который, собственно говоря, не дай бог, кто-то может сказать или там задать какой-то вопрос неприятный? Это существует какая-то специфика? Не раскроешь нам таймер? Телевизионная хитрость есть одна. Ну, была. Все годы, когда мы вели прямые эфиры, на микрофоне была кнопка. Просто нажимаешь ее, и звук пропадает. Но к такому трюку мы вообще не прибегали никогда, по крайней мере, в моей практике. А так, я не думаю, что сегодня что-то кого-то страшит. Я согласен, уже сегодня никогда ничего не страшно. И нет цензуры на телевидении. А почему вдруг исчезли вот эти прямые включения других городов с Останкино? Ну, вот это съемание непонятно, конечно. Была хорошая вещь, конечно, кстати. Там мы показывали сюжетики о жизни республики, регионов. Давали клипы музыкальные, что-то другое. То есть это была какая-то большая очень семья такая. Согласен. Но сейчас, согласитесь, все-таки, наверное, телевидение потеряло свое первое место в донесении информации. Наверное, все-таки интернет, ютуб-каналы и все, что с этим связано, оно, наверное, на себя переодеяло подтягивает. Это естественный процесс технологический. У тебя есть этот канал? У меня есть, собственно, канал. Он называется Саитов ТВ. Что показываешь? Ну, там в основном передачи, которые я загружаю, свои архивные, начиная с конца 80-х. И потом выкладываю сегодняшние эфиры, которые я веду. Я хотел бы задать тебе вопрос, потому что у тебя есть собственная программа, послесловие, да, с Азаматом Саитовым. О чем передача? Там очень просто. Если что, я грудинку нарезаю. Берется в основу событий минувшей недели. Ну, беседа двух заинтересованных людей, которые имеют свою точку зрения на события, которые происходящие. Вот и все. Это обычный формат. Ну, а пока Азамат и Александр готовят блюда. Мы приготовим коктейль под названием Кловер Клаб. Кловер Клаб – это официальный коктейль филобельфийского клуба джентльменов времен до сухого закона в США, который они очень часто использовали при своих собраниях. Итак, для приготовления данного коктейля нам понадобится джин, сироп малина, белок яйца пастеризованный, лимонный фреш. Как всегда, охлаждаем наш бокал. И шейкер. И начинаем собирать. 45 мл джина. 20 мл лимонного фреша. И 15 мл малинового сиропа. Белок яйца мы добавляем для того, чтобы связать наши ингредиенты воедино в коктейле и придать ему шелковистость и гладкую текстуру. Сливаем лишнюю подтайку и начинаем интенсивно шейковать. После того, как мы проделали наш интенсивный классический шейк, нам нужно повторить dry shake, то есть без льда. Так наша шелковистая структура коктейля проявится сильнее, и наша пенная шапочка будет гуще и толще. Можно отфильтровывать дабл-стрейном для того, чтобы какие-то мелкие частицы не попали в наш коктейль. Украшаем мы все это дело малиновым, естественно, биттером. И малиной. На этом все, наш коктейль готов. Ну что, мы возвращаемся к нашей готовке. Сейчас мы попытаемся все это собирать, потому что у нас несколько есть запчастей, несколько этапов сборки этого блюда. Нам нужно поставить воду варить. Говорят телезиночки, поменяемся локациями. Локациями, давай, хорошо. Хотя мне нужно будет на две локации сейчас работать. Мы сейчас включаем воду. Ты же, насколько я понял, в мире сковородок и кастрюль четверть века. Мне очень нравится постанова твоя, но хорошо, предположим так. Мы ставим кипятить нашу воду, потому что мы должны сварить нашу пасту, либо макарошки, как мы ее называем. Сейчас мы также, нам нужно будет с тобой вытопить жир из нашей грудинки, либо бекона, как его говорят. И потом мы еще, следующий этап, который мы сейчас будем делать, это отделение яиц, белков от желтков. И будем делать как раз тот замечательный соус. Будем смешивать, соответственно, сыр с нашими желтками. Все это, собственно, превращать в некую соусную консистенцию. Я не говорю слово, консистенцию. Запомнил? Консистенция, да. И следующий вопрос. Представляешь, как у меня сейчас будет? Я вопрос, и три одновременно мне надо штуки будет сделать. Нет, ты можешь сделать эти три одновременно штуки, а я буду тебе задавать вопросы. А-а-а. Так я хотел тебе задавать. Ну, я журналюка же, я больше спрашиваю, не отвечаю. Так, надо посолить нашу водичку, не забывайте. Я на самом деле не солю, потому что я считаю, что соуса достаточно для того, чтобы потом он впитался в наши макарошки. Кладем, если что, нашу грудинку на сковородочке. Вытапливаем жир не на большом огне. Скажи, пожалуйста, есть какие-то сейчас у тебя в... Знаешь, какой каламбур? Проекты, проекты, проектов. Или какие-то вещи, которые у тебя мечта сделать в плане журналистики, да? Может быть, какую-то собственную авторскую программу, которая будет посвящена чему-то конкретно. Может быть, еде. Может быть... Нет, Александр, я про еду уже сделал. Я тебе как раз рассказал про историю, когда я был зачинателем телевизионных, кредитных программ. Я понял, ты хотел подать на Макаревича суд. Я помню, господин Макаревич, имейте в виду, у вас еще есть... По поводу новых проектов, знаешь, признаюсь честно, мне уже, честно говоря, я подустал профессии. Как я тебя понимаю? Я столько новых проектов, очередных проектов делал. Я даже не помню их количество. Это и час для вас, и пятый угол. Это последняя программа. Послесловие это лишь один из проектов. Нет. Я журналист. Так, ну что, мы должны дальше продолжить нашу готовку. Все очень интересно. У меня к тебе там есть еще вопросы. Я, которые хотел тебе... Ты задание подмастерить дай. Сейчас дам тебе задачу. Смотрите, я буду сейчас отделять белки от желтков. Моя будет задача, да? Потому что нам нужны будут желтки. Азамат, а тебе нужно будет покромсать сыр. То есть, таким образом, у нас есть там, вон, там, терочка. А, ну-ну-ну-ну. Да, терку. У нас здесь есть повозрослее терка. Давай уже вот эту. Наверное, больше всего нужно откроить на котлет. Наверное, туда, прямо вот на тарелочку. А вот... Натирай твистер? Да, натирай. Не жалко? Жалко, а что делать? Пармезан же. Ты знаешь, такое пармезан? Так же. Что же это такое? Да, да, да. Это сыр. Выдержки, как бывает выдержки? Ну, 5-6 лет. 5-6 лет, нет, много. 5-6 лет – это много. Да? У пармезана? По-моему, от полутора до трех. Ну, можно. Можно сказать, что вы выдержите 15 лет. Так, значит, следующий момент. Натираешь сыр, пармезан, про который ты все знаешь. Да, и либо мы говорим о башкирском сыре, выдержанном. Здесь, кстати, они есть, я точно это знаю. Я буду отделять желтки от белков. Значит, это сложно. Давай на такие задачи. Да, белки туда, желтки сюда. Но мы постараемся. Мне мама в детстве, по-моему, вот так вот доделала. Вот так. Не, ну чувствуется рукомась. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, мы приступаем к финальной стадии нашей готовки. У нас для этого нужны наши замечательные тарелки. Паста у нас получилась... Макарошки, прости, пожалуйста. Спагетти. Спагетти, да. А где у нас, подождите, у нас есть такая штука. Слушай, попутно объясни, пожалуйста, а почему вот в ресторанах вашего полета вот такие большие тарелки кладут на самое донышко? А это, знаешь, это гастрономическое... Чем цимус? Цимус в том, чтобы... Больше тебе скажу, по правилам этикета надо не доедать даже. То есть надо чуть-чуть оставлять на тарелке. Да ну нафиг вашу этикету. И положить... Пожрать, дайте пожрать, да? Ну, конечно, это же еда. Потому что из-за этого у меня чуть-чуть... Рука дрогнула. Рука дрогнула, да. По поводу еды, по поводу у нас много или мало, смотри, ты можешь класть прям с горкой. И каждый может из вас класть с горкой сколько хотите. Мы же вам не мешаем здесь приготовить тонну пасты, макарошек и так далее. Но на тарелке очень правильно, скажем так, эстетически, да, смотрится, когда у вас большие тарелки с полями, как в нашем случае, да, и когда у тебя не так много еды. Но я бы не стал спорить с тобой. Я бы попросил тебя сделать одолжение все-таки в конце нашей передачи. Ну, хоть что-то сделать, хотя бы украсить все это. Хорошо, ладно. Как художник, понимаешь, да? Ну, только ради тебя. И слушай, ну, зелень, я смотрю, так особо не церемонишься. Зелень у тебя полтонная. Да, да, да. Мы здесь, кстати, еще сдобрим это чуть-чуть пекунчиком. Кстати, по поводу размера тарелок. Я тут вспомнил, когда ты говорил о том, что должно быть или много, или мало. Я вспомнил этого. У меня любимые авторы это Ильфа Петров, золотой тюленок. Помнишь, Фрассбендера, не делайте из еды культа? Да, помню. Так что здесь уместно, наверное... Знаешь, чем проблема там была? Ну. Я скажу тебе, это были голодные времена. На этой замечательной ноте я хотел бы еще раз вопрос... А есть-то будем? Что с такой неугомонной-то? А, это вот уже все? Финит аля комедия? Нет, это не финит аля комедия. Это лишь перерыв. На буквально две секунды мы к вам вернемся. И вот настает наш самый главный момент. В нашей передаче это дегустация. Я постоянно за мат говорю такую вещь, что, конечно же, все всегда говорят, что очень вкусно. Ой, как вкусно, как же вы круто все приготовили. Но мы сегодня говорим, мы, видимо, поговорим об эстетике, ты понимаешь почему, да? Да, я теперь вижу разницу между своим оформлением блюда и твоим. Ты же говоришь, что это не важно. Это же посыпушечки какие-то ваши там посыпушечки. Мы сейчас про посыпушечки поговорим. Душа поэта не выдержала позора мелочных обид. Но так как мы это делаем вместе, поэтому мы позор этот на двоих с тобой возьмем. А, ну хорошо, ладно. Конечно, да, это нам помог наш замечательный шеф, поэтому... А это вот мое блюдо. Наше, наше. Послушай, я располовеню на нашу ответственность. Она есть. Но, давай так, эстетически мы скажем так, художник обидеть может каждый, да? Это вкусовщина. А вот теперь как блюдо вот внутри, да, понимаешь, органолептика. Теперь надо это попробовать. Я понимаю, для тебя это английское слово, поэтому как на вкус по-русски, да? Как на вкус. Как на вкус, а вот это, как на вкус, а вкусно, да? Ну ты мне совсем за темноту не держи. Ну хватит, это, знаешь, не обязательно. Мы пробуем с какой тарелки? Со своей, дорогой. Давай, две. А почему я должен первый? А потому что ты гость, наш, извини. Ну ладно. Чуть-чуть слиплось. А знаешь, что это такое? Это значит, мы чуть-чуть не добавили водички. Надо было чуть-чуть бульончик, побольше. Мы? Хорошо, я. Кто кухарил на плите? Понятно, да, съезд какой? Я же говорю, дегустатор. Это призвание дегустатор. Попробуй, ты дашь? Да. Пожалуйста. Вполне светотно. Не даже вкусно местами. Как ни странно, да. Уважаемые зрители, смотрите, вот так, в принципе, смотрится, наверное, более интересно. Когда вам официант приносит. Вот так более домашний. Но по вкусу, это одна и даже паста. Одно тоже, да. Азамат, спасибо большое, что ты приехал к нам сегодня на передачу. Пожалуйста. Спасибо, что ты помог приготовить столь замечательное блюдо. Подписывайтесь на наш канал. Это была сегодня зашифрованная передача. Там мне прозвучала знаменитая фраза в СССР секса нет. Вот именно оттуда пошла эта фраза. Вот, я как раз тебя об этом и спрашиваю. Да, конечно, ты работай. Я просто отдыхаю. Хорошая передача. Мне нравится. Ты работаешь? Был здесь у нас такой тоже товарищ. Профи работает, а я комментирую. Так вот, креп это блины, афины это кекс. Кекс, да. А кекс откуда взял слово? Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ладно, хорошо.